16 молодых специалистов Павлодарской области прошли в президентский молодежный кадровый резерв. Одна из них жительница областного центра Алена Шевченко. Школьный учитель мечтает поступить на государственную службу. Алена Шевченко имеет 5-летний педагогический стаж. В этой школе преподает географию. Говорить, для плодотворной работы с учениками нужно дружить. За эти качества в школе ее очень ценят. Ее манера общения с учениками, ее уроки всегда нас завлекали. 6 класса мы с очень большим трепетом к ней относились. Идя на ее уроки, мы очень не то что взволнованы, а в ожидании того, что у нас будет на уроке. В этом году я сдаю предмет география, так как хочу пойти на педагогический университет. Выбираю предмет география, я иду осознанно, хочу стать учителем экологии и географии. Алена Григорьевна – это молодой, талантливый педагог. Ее уроки – это пример энтузиазма и самодачи, в которых сейчас нуждаются дети. Постоянно использует какие-то новые приемы, методики, цифровые технологии. Ее уроки очень интересны ребятам. Очень талантливый педагог. Пользуется авторитетом как среди коллег, так и среди учащихся и родителей. Молодой учитель мечтает о многом. Одно из желаний – работать на госслужбе, где хочет заняться развитием дошкольного образования. Выражает свою точку зрения к нынешней системе. По ее мнению, первоклассникам очень трудно усваивать школьную программу. Поэтому и предлагает сблизить отношения школ и детских садов. Если бы детские сады, удаленные от школы, как мини-центры, были связаны со школой, заходишь в мини-центр и ты понимаешь, что детей уже готовят к первому классу. Программа первого класса где-то проходит. И моему ребенку сейчас, например, проще обучаться, потому что уже с мини-центра вот эти обновленные задания по обновленной программе, формативное оценивание где-то показываются. Дети уже привыкшие, для них это уже не стресс, не новинка. На сегодняшний день в системе государственной службы региона имеется около 500 свободных вакансий. Чтобы восполнить кадровый дефицит, в департаменте по делам госслужбы хотят пригласить непрошедших отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Те люди, которые не пришли, не прошли в президентский молодежный кадровый резерв, если у них есть желание поступить на государственную службу, у нас есть все возможности. То есть где есть вакансии, объявляется открытый конкурс для участия на теле иные вакантные должности. Поэтому эти молодые люди могут себе попробовать и участвовать в этом конкурсе для работы в сфере государственной службы. В системе государственной службы сегодня трудится свыше 5000 человек. 25% из них молодые специалисты. Ербуломщица, Мотоспан, Алексей Милицкий, из Павлодара, Хабар, 24.